Новый закон, новые правила. Наша парламентская машина наконец выдала новую поправку к закону о гражданстве. Госдума в третьем чтении проголосовала за соответствующие нормы. Теперь получить заветный красный паспорт российским соотечественникам станет гораздо проще. Как такого рода миграционная амнистия покажет себя на практике, обсудим с Валентином Филипповым, журналистом, политэмигрантом из Одессы и Анастасией Гричиным, председателем Украинской общины Крыма в эфире программы «Вечер лайф». Валентин, закон в первую очередь, что касается людей, прибывших из стран, он касается, где преследовали власти их по каким-то политическим мотивам, где происходят какие-то военные столкновения, где вооруженные конфликты и чрезвычайные ситуации. По сути, под все эти параметры подпадает Украина. Вот вы и ваши товарищи, по несчастью, ждали таких изменений, упрощения процедуры? Или уже на тот момент решили свои проблемы в плане получения? Что касается меня, я свои проблемы решил к этому моменту уже, конечно же. Но это очень правильная амнистия, если вот я, например, от вас сейчас узнал, что она таки принята, это амнистия. Это очень важный момент, потому что огромное количество людей просто не успевает в сроки, которые предписывает закон, и очень быстро становятся нарушителями. То есть человек, который прибывает в Россию в экстренном порядке, то есть не заранее подготовившись, а потому что вот такая ситуация в стране, и ему надо срочно покинуть ее, чтобы остаться в живых или остаться на свободе. Он приезжает, у него не все документы с собой есть, он сразу ориентируется, куда он приехал, где он зарегистрируется, когда он придет в ФМС, а в ФМС надо прийти в течение 7 суток после пересечения границы. В общем, все это затягивается, он теряет вот эти 90 дней, первые, за которые надо что-то сделать, а он, собственно, еще и не решил, что надо делать. Но это когда происходит в частном порядке, да, вот в случае, когда есть, допустим, украинская община, да, Крым, вот, наверное, общественная организация, она может каким-то образом помочь, вот, думайте нет. Совершенно верно, совершенно верно. У нас нет никаких полномочий, мы общественная организация, максимум, чем можем помочь человеку, у которых к нам обращался, и обращались к нам действительно люди, у которых были проблемы с гражданством, у которых были. Мы могли помочь с предоставлением юридической помощи, юридической консультации. Это вот тот максимум, который мы можем предоставить. Ну, в принципе, много людей обращаются с такими просьбами? Наша община работает с 15-го года, вот, по настоящее время, и действительно, ну, на моем, наверное, счету человек 10 к нам обращалось, да, то есть и в частном порядке мне звонили, и посредством социальных сетей тоже обращались с просьбой помочь, тоже ситуации, на самом деле, души трепетательные были, прям, очень-очень нехорошие ситуации. Много, вы знаете, было людей, которые, вот, действительно, ЛНР, ДНР оттуда. Ну, и, господа, у нас на связи сейчас депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Бахарев. Константин, вот какие основные цели преследовали законодатели, принимая этот закон? Что в первую очередь эти поправки должны решить? Добрый вечер, во-первых, ради телезрителям, добрый вечер, господи. Вообще, наш законодатель поправка на реализацию послания президента в федеральном собрании, где, как вспомните, глава государства говорила о необходимости принятия мер, которые позволят упростить процедуру предоставления российского гражданства для тех, кто хочет принести пользу нашей стране, связываясь с ней своими учреждениями. Конкретно, если говорить, с поддержательной стороны законопроекта, то он, отделяясь президента, полномочия неопределяет депутат на целях категории. И страны граждан, истинные законопроекты, право обратиться к заявлениям о премьерном российской гражданстве в упрощенном порядке. И кроме этого, порядок задачи, соответствующих заявлений и перечень представляемых документов. Я бы хотел объяснить, почему мы предложили именно такую форму. Дело в том, что ранее мы с коллегами демократили различные варианты законопроекта о упрощении приобретения российского гражданства для тех лиц, которые регулярно обращаются к нам в виде депутатских приемов. Но, к сожалению, ни один из них не был поддержан. Проблема в том, на мой взгляд, что в законе не опишут все категории-то искателей и все обстоятельства, мешающие им претендовать на получение российского гражданства. Я приведу конкретный пример. Ко мне, независимо, пришла жительница Симферополя, который родился в Крыму. Но в марте 2014 года учился в Одесской консерватории и имел дременную регистрацию в общежитии по месту учебы. Поскольку формально он не соответствовал условиям получения российского гражданства, которые прописаны в 6-м федеральном консерваторе, речь идет, как вы понимаете, о наличии постоянной регистрации в Крыму. По состоянию на марте 2014 года миграционные органы отказали ему в российском фасторе. После этого нами был подготовлен проект закона о возможности получить гражданство России тем крымчанам, которые временно выездили за пределы Крыма среди с обучением, лечением, командировку и так далее. Но наш проект не был поддержан правительством России на том основании, что механизм доказывания факта временного выезда за пределы Крыма в нем был недостаточно прописан. А теперь, после принятия нового варианта законопроекта, эти и другие категории, в том числе граждане Украины, других стран, где имеет место сложная общественно-политическая постановка, вооруженных лиц, смогут получать гражданство в упрощенном порядке, который будет прописан в указе президента Российской Федерации. То есть мы сделали максимально простой и без ненужного, я сказал так, усложнения и ненужного регулирования, для того, чтобы максимально упростить для людей и расширить круг заискателей гражданства Российской Федерации. Спасибо, Константин. Я напомню, что на связи по телефону был депутат Государственной Думы России Константин Бахарев. Я так понимаю, что, Валентин, вы понимаете, да, вот те нюансы, о которых говорит Константин? Вы сначала сказали, что были приняты поправки. Я как понял, что, я вот удивился очень, я понял из телефонного разговора, что поправки, как и ожидалось, приняты не были, что замечательные наши депутаты Государственной Думы приняли потрясающее решение, которое описал еще, кажется, Некрасов. Путин приедет, Путин рассудит, это называется. Значит, они приняли закон, в котором они предусмотрели, что Владимир Путин имеет право своим указом изменить этот закон, ввести временную норму, указать конкретно, что делать. Вот в этом заключается их закон. То есть это не решение проблемы? Ну как, нет, но если Владимир Владимирович действительно поставил такой вопрос, то они сказали, что вот надо это все сделать. Они сказали, ну вот вы, Владимир Владимирович, сказали, что это все надо сделать, вот закон, позволяющий вам это все сделать, пишите свой указ и пусть этим указом будет все предусмотрено. То есть формально свалили все на плечи президента? Ну в общем-то да, 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 да. Причем я, кстати, хочу напомнить, вот мы говорим об амнистии сейчас, я так и не понял, принята она или нет, очень бы хотелось, чтобы она была принята. Но изначальный документ они, безусловно, переделали, значительно переделали. Ну да, это вот Затульин занимался этим делом. Ну а следует ли из этого, что нужны будут какие-то дополнительные подзаконные акты или инструкции в НВД? Ну так подождите, но ФМС живет по своим регуляторным актам, а не по закону, в принципе. Но регуляторные акты выписываются из закона. Правильно же ж? Ну то есть у нас же была вот ситуация с крымчанами, понятно, человек, например, родился в Крыму, но он родился после 91-го года и до 14-го, да, и куда-то выехал. Или же, допустим, мы же на Украине привыкли, что можно не регистрироваться. Люди многие живут без регистрации. Есть собственность, но нет регистрации. Тут приходит Россия, говорит, ты не зарегистрировал. Он говорит, ну я в Крыму родился, но ты родился на Украине. Потому что после 91-го года это была Украина, правильно? Ну, кстати, Валентин, мы вот хотели пригласить сотрудников МВД, да, ФМС, по сути, да? Ну да, они обычно не ходят. Обычно многие чиновники не ходят, и эти действительно тоже не ходят. А эти вообще не ходят. Но хорошо, что общественники соглашаются. Вот, Анастасия, к вам вопрос непосредственно в формате вашей деятельности, как общественники, да? Вы имеете право ходить, требовать, добиваться. Это не один человек пришел, это не два, не три. Это целая общественная организация, представляющая интересы крымских украинцев, да? Вы вот пробовали каким-то образом повлиять на ситуацию для того, чтобы внести какие-то там изменения, новшества, депутатские приемы? Ну, мы же общественники, мы не можем вносить какие-то законодательные инициативы. Единственное, то, что, чем мы можем помочь, помимо консультаций, мы также, я, ну, лично даже записывала на приемы к некоторым депутатам, в том числе и Госдумы, чтобы они были услышаны не только на региональном... От тех людей, которые к вам обращались. Да, 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 именно. То, что я считала так, что, может быть, действительно депутат Госдумы может как-то более помочь, да, на своем федеральном уже уровне, нежели не региональный. Я, конечно, ни в коем случае не хочу региональную власть как-то там обидеть, но, тем не менее, я считаю, что депутат Госдумы, ну, может быть, действительно... Более влиятельный, да. Ну, как показывает практика вот этих актов, да, которые приняты, теперь только президент может... Да, да, может повлиять ситуацию. Мы с вами привыкли, опять-таки, извините, вернемся к Украине, да. Мы на Украине привыкли, что депутат народный что-то решает. Ну, в каком плане решает? Он в контакте, он неприкосновенный, он может прийти, стукнуть... Ну, решает это правильное слово, они решали свои вопросы. Да, наехать, даже подраться, он может, он неприкосновенный, он дал в морду, ему сдачи дать нельзя, да. Мы вот привыкли, что всегда, и все вот эти драхи большие на политическом уровне, они всегда впереди депутаты, потому что их нельзя... Ни милиция его не тронет, никто, да. И вот, а в России так не происходит. Депутат приходит к чиновнику, чиновник говорит, вот у меня закон. Он говорит, ну как, там надо войти в положение, там он говорит, закон, до свидания. Все, и ничего не может сделать. Депутат может принимать законы, у него есть его функциональные обязанности, он может принимать законы. А ходить и кого-то в частном порядке из чиновников уговаривать обойти закон, сделать исключение, еще что-то, в России это не проходит. Это, и общественные организации тоже самое, вот на той же Украине, огромное количество общественных организаций, огромное, уже голова лопается, да. И все они куда-то пишут, и им всем отвечают, и какие-то меры принимают. В России, извините меня, пожалуйста, то, что по закону положено, вам сделают. А так любая общественная организация, ну она моральную поддержку. Ну, Валентин, ну вы вот в свое время столкнулись, да, с такой бюрократической процедурой, как получение российского паспорта. Вот насколько сложно было его получить и вам, и членам вашей семьи? Вы знаете, просто. Ну как долго вот сама процедура длится? Сама процедура у меня заняла год, и... Это быстро, нет формата? Это очень быстро, и мне очень повезло, я должен сказать. Но я перед этим два года вообще просто бился головой об стенку, причем мне очень высокие чиновники помочь ничем не могли, вообще абсолютно. И, кстати, опять-таки, возвращаясь к всесильному Владимиру Владимировичу, в 2014 году, в августе, Владимир Путин издал такой указ, по которому, что, ну как бы, который коротко звучал так, пока на Украине не устаканится, граждан Украины не трогать, то есть для них не существует режима пребывания, они вот въехали, и они тут могут находиться безвылазно, вот пока не кончится это все. Вот как бы так ставился вопрос. Более того, было сказано, молодые люди, мужчины, не становитесь убийцами, не идите в украинскую армию, приезжайте в Россию, вас тут никто не, это самое, вы можете безрежимно тут находиться, без всяких оснований, просто потому, что вы призывного возраста и не хотите убивать своих соотечественников. Значит, это все было сказано, и подразумевалось, что вопрос с Украиной разрулится, и тогда, как бы, это было... Однако, в августе 2015 года, распоряжением тогдашнего руководителя ФМС, этот указ Путина, как бы, он говорит, ну, Путин подписал на год, больше он ничего не говорил, да, ну и все, он говорит, как, ну, Украине же ничего не закончилось, да, ничего же не... А, все, теперь, ребята, все, до свидания. И представляете, в том же Крыму, да, вот я как раз тогда тоже кинулся что-то делать. Какие сразу выстроились во все пункты ФМС, во все отделения, какие выстроились очереди, там, на 5 дней, на 7 дней надо было в очереди ночевать? Ну, очереди все помнят, да, особенно в переходный период, когда это коснулось все. Когда ты очередь выстоял и получил то, что тебе нужно, а когда ты выстоял очередь, я, например, поскольку я, в общем-то, имею право, имел право на российское гражданство, я выстоял очередь, мне формально объяснили, что, друг, ты, конечно, имеешь право, в Крыму не получишь. Я говорю, не, ну как, я же имею право, да, они говорят, да, ну тогда тебе надо сертификат по русскому языку сдать. И я еще два месяца ходил, сдавал, что я, хотя у меня, как бы, я еще при Советском Союзе школу заканчивал, ну как это, и вот я доказывал, что я... Как, оценку подтвердили? Мне подтвердили, у меня есть сертификат, убедили меня, что мне дали сертификат, я пять лет точно знаю русский язык, потом, наверное, забуду. Так я за эти два месяца потерял время, и пошло нарушение, понимаете? То есть, по сути, бюрократические аспекты, вот эти нюансы, оно продолжает действовать. Ну, опять-таки, от инспекторов зависит. Человеческий фактор существует везде. Анастасия, ну вот, я так понимаю, что есть все-таки еще один нюанс. У нас порядка трех миллионов украинцев на сегодня, они работают, зарабатывают и, по сути, кормят свои семьи именно в России, да? В Украине просто такой возможности на сегодня нет. Но это же не политические какие-то мигранты. Получается, что вот людям, не всем людям эти поправки новые будут полезны? Мне кажется, все равно это будет полезно, в любом случае, узаконить свое местопребывание в России на официальной основе. Тем более, мне кажется, если человек имеет документы, да мне не кажется, я уверена, что у него больше возможностей открывается для работы и так далее. Я вообще считаю, что данный закон, он очень положительно повлияет вообще на ход нашей жизни, потому что мы же прекрасно знаем, что у нас есть проблема демографическая. Также у нас есть, как мы все знаем, дальневосточный гектар, да, который, в принципе, россияне коренные, так сказать, не сильно хотят осваивать. Почему нет? Пусть приезжают наши соотечественники, да, едут на Дальний Восток, получают гектар и работают. Анастасия, ну вот в вашем случае, вы бы, допустим, поехали, у вас был выбор поехать осваивать этот дальний гектар или приехать в Крым на море? Ну Крым же не резиновый, вы же сами прекрасно понимаете, цены растут, цены на квартиры дорожают. Вы знаете, каждый, кто последний приезжает в Крым, он говорит, Крым не резиновый, все, достаточно. Я так говорю. Вот в этом суть, а как быть, да, если мы говорим о миграции? Мы живем при капитализме, все регулируется. Но здесь возникает вопрос миграции внутри страны. Ну я вот, смотрите, я приехал в Севастополь в 2014 году, огромное количество было мигрантов в Севастополе, сейчас их все меньше, 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 люди пожили, они говорят, мне дорого здесь жить, и они уезжают. Да, они уезжают, абсолютно верно. Они уезжают. А то, что вы говорите про патенты, вы знаете, дело в том, что из тех трех миллионов, я не уверен, что все зарабатывают деньги. Очень многие нашли этот вариант, напряглись, купили патент, чтобы узаконить свое нахождение на территории Российской Федерации, чтобы не быть нарушителем. И платят деньги не потому, что они зарабатывают здесь деньги, а потому, что вот, чтобы иметь формальный повод быть здесь и не быть депортированными. И очень многие политэмигранты, ведь что такое политэмигранты? Это не обязательно очень известный человек, но он не может среди фашистов жить. У него какая-то мелкая, более такая, не такая глобальная, но свой конфликт с этой властью. А почему вот те люди, которые приехали сюда с территории Украины, они стараются не афишировать то, что у них есть российский паспорт, то, что они получили российское гражданство? Извините меня, пожалуйста, но мы там, на Украине, тут, извините, Крым, он как-то вот тут проскочил, он не успел хлебнуть. Значит, на Украине люди столкнулись уже с преследованием СБУ, с отжимом имущества, когда вот, например, арестован, вы знаете, что, например, человека арестовывают по сепарским статьям, когда? У него могут квартиру забрать сразу. То есть еще суда не было, еще неизвестно, что суд решит, но уже в пользу, так сказать, на нужды у него отжимается имущество. И он потом выходит, он голый боссый, да? То есть у людей ищут имущество, у людей ищут родственников. В конце концов, СБУ не такое уже безобидное, понимаете? То есть при необходимости они найдут на территории России. Россия достаточно беспечна, вот на самом-то деле. Вот, ну, нам в голову не приходит, что они могут что-то нам сделать. Мне кажется, вы их переоцениваете все равно. Согласен, нагнетаете сильно. Нет, знаете, дело даже не в том, что нагнетаете. Я знаю, что у них так называемые есть, так называемые списки, там, я не помню, Е или Б называются. Это обычные социальные сети. У нас у всех есть социальные сети, которые они просто берут, там, Анастасия Гричина пробивает и видят всю мою подноготную. У нас такая жизнь, что мы живем на показ, понимаете? И вот тут даже больше тот фактор, что мы беспечно относимся к этому. И мы беспечно относимся к этому. Ну, очевидно, да, всем, наверное, понятно, почему. Валентий, ну, вот я бы хотел продолжить тему непосредственно трудовых мигрантов, да. Вот некоторые радикально настроенные наши соотечественники, да, россияне, они говорят, что, а давай, наоборот, мы ужесточим законодательство, чтобы украинцы не ехали в Россию, в том числе зарабатывать, потому что таким образом они где-то поддерживают экономику враждебного нам государства. Они, безусловно, поддерживают. Если им, например, раздать РВП, я не говорю, гражданство, то у них появится возможность привезти сюда семьи. И они уже не будут переводить этим семьям деньги на Украину, потому что патент, он как бы не совсем позволяет привезти семью, да. Там надо крутиться, вертеться, как-то придумывать. А на самом-то деле, да нет, дело в том, что у нас проблемы с Украиной, а не с ее роднородом. Абсолютно верно. Потому что на самом-то деле 80% населения там все равно наши, понимаете. Даже если они не до конца признаются, что они наши, потому что там сейчас страшно признаться, что они наши. Но вы хотя бы посмотрите по приходам Украинской православной церкви, Московского патриархата, как они сейчас называют, ну, Российской оккупационной церкви на Украине, как они сейчас хотят назвать. Да, и вот этого всего остального. То есть люди все равно наши. Там люди наши. Они запуганные, они не говорят этого вслух многие. Ну, все равно, то есть более 50% населения положительно относится к России. Это они при опросах это сказали. То есть они не побоялись этого сказать. А представляете, сколько еще побоялось. Настя, вот на ваш взгляд, как думаете, что лучше в целом стратегически для России, чтобы украинские жители, там, Украины, да, жители Донбасса, они приезжали в Россию непосредственно на постоянное место жительства, обустраивались здесь, становились полноценными россиянами, или все-таки оставались на Малой Родине. Ведь не секрет, что, допустим, если те же жители Донецка, Луганска, они переберутся в Россию, да, то жители, допустим, западных областей потихонечку начнут заселять их области. Конечно, я с вами согласна. Все-таки жители ДНР, ЛНР, все-таки, наверное, они должны оставаться на своей территории. Дело не в том, что я там не хочу... А вы бы остались? Ну, вы знаете, я... Там война. Я прекрасно это понимаю, но мне кажется, все-таки патриотизм, он в крови. И вот ты никуда не денешь. Просто на тот момент, когда с Крымом могла произойти нехорошая ситуация, у меня было решение никуда не уезжать. Как бы, да, пусть это было бы сложно, да, но это моя земля, я бы осталась. Валентин, что касается Одессы, вот вы, допустим, уехали, да, а что, если в скором времени многие одесситы мигрируют, да, и скоро вашу любимую Одессу будут называть Одессой? Ну, да. Да, одесситы этого очень не любят. Ну, Кочубеевск, к чему Одесса? Они сейчас, понимаете, Одесса, ее, как ни назовите, Одесса, она все равно символ империи. И сейчас нашим пушистым друзьям, как говорит один мой друг Одессит, им очень хочется доказать, что до Одессы на этом месте существовал украинский город Кочубеевск, 600 лет уже, да, и вообще Одесса это никакая не Одесса, это древний украинский город Кочубеевск, поэтому, в общем-то, а процесс идет, да, переселяются массово, одесситы уезжают, эти приезжают, ну, вы знаете, это же вопрос не к миграционному законодательству, это мы с вами затагиваем уже политику самой Российской Федерации, насколько она чувствует себя империей и готова защищать свои земли и свое население. Но именно в законодательстве выражается эта политика, да? Ну, на сегодняшний день, смотрите, давайте прямо, если вот Украина, да, она была 50 на 50 всегда, да, вот висела, после того, как Россия забрала Крым, вернула Крым, вернула Крым на родину, да, после этого никакие демократические пути победы над западенцами, вот путем выборов, стали невозможны, потому что 2 миллиона избирателей ушло. После того, как Донбасс пошел, все, уже ничего такого не получится, нельзя оставить одесситов на месте и надеяться, что они там путем выборов выберут кого-то. Собственно, я об этом и спрашиваю. Они, нет, такого, это невозможно, более того, зачищенное полностью политическое пространство, да, и они все равно выбирают между Порошенко и Тимошенко, мы же с вами понимаем, то есть мы с вами все были газами, мы были все украинцами, мы понимаем, что это обе нацистские, нацистских вариантов, и люди уже сидят и говорят, ну, может, Тимошенко все-таки женщина, может, она не будет такой жестокой. Из худших лучших выбирает. Да, уже не то, что может быть она это самое там, она не наша, и он не наш, и они все там не наши, и даже этот оппозиционный блок, который при главе нет. Вы сейчас о политиках. Да, о политиках, то есть о политике это, это варианты для народа, да, народ же выбирает из чего-то, там же, если бы, конечно, баллотировался, если бы можно было зарегистрировать на выборах президента Украины Владимира Владимировича Путина, да, и люди бы пошли, я думаю, что и Львов бы проголосовал, но дело в том, что не допустят туда ничего подобного. Господа, ну, я думаю, это показатель того, что понятие русский мир, да, оно куда шире, чем вся Россия. Да, значительно. И, в принципе, после развала Советского Союза, когда многие ученые уезжали, да, инженеры, ученые, медики, действительно, многих мы потеряли, вот сейчас пора наверстывать упущенное. Господа, вам большое спасибо за беседу, зрителям за внимание, увидимся завтра в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.